Что касается ситуации в бизнесе, в стране, есть всегда простые критерии, чтобы понять, насколько бизнесу комфортно, либо некомфортно. Можно за последние 10-15 лет взять статистику, посмотреть по сторонам, какое количество предприятий новых создано, особенно производственных предприятий, и какое количество предприятий закрыто. Я думаю, тут картина говорит сама за себя. Дальше, не знаю, может быть у меня не те друзья или меня о том говорим, но почему-то все чаще среди предпринимателей звучит вопрос бизнеса миграции. К сожалению, от многих очень слышу такой тезис, продать бы бизнес за нормальные деньги и уехать куда подальше. И многие это реализовывают. Несколько ребят продали тут бизнес, организовали подобный в других странах, в Индии, во Вьетнаме, казалось бы. Производят там товары, привозят их сюда. Почему такая ситуация складывается? Ну, наверное, отчасти ответ на это дал Илон Маск в своем ответе нашему премьеру. Потому что действительно уровень коррупции настолько зашкаливает, что не хочет бизнес тут развиваться и уж тем более никакие инвестиции сюда не идут. Простой пример. Речь идет о другом городе, не о Николаеве. Но, тем не менее, ситуация сходная для всей страны, я думаю. Мы, друзья, выкупили заброшенное производственное базу, которая стоит уже лет 20 разваленная. Заплатили за нее порядка 400 или 500 тысяч долларов. Еще около миллиона у них запланирована инвестиция, перестройка этой базы и наладит новое производство. Так вот, только за то, за разрешение на начало строительства им предложили заплатить порядка 100 тысяч долларов. То есть 20% от стоимости того, что они заплатили за это все. Это вот воздух, это деньги ни за что. Ну, какой же бизнес, в каком развитии идет речь? Второй пример. Опять же, речь идет о другом городе, но это не принципиально. Также нашлись еще одни сумасшедшие, которые решили организовать тут бизнес. Интересный бизнес. Такая прогрессивная технология, реальное производство. Необходимые дополнительные мощности электроэнергии. За подключение только, опять же, ни за что. Это не за трансформатор, не за кабеля, а просто за подпись. Им предложили заплатить порядка 2 миллионов гривен. Ну, о каком развитии бизнеса, о каких комфортных условиях мы можем говорить на сегодня при таких раскладах. И, наконец, еще один финальный пример. Комплексная налоговая проверка. Все хорошо, все замечательно. Там какой-то есть акт, какие-то штрафы. Все это оплачено. Все прошло. Проходит 3 месяца. Опять приходят. Говорят, понимаете, вот подумали. Вот все как-то в том предприятии. Нам кажется, надо было быть больше штрафов. Ко мне обращаются эти ребята. Говорят, ну вот как? Вот что делать? Поэтому, вот говорить сегодня о каких-то благоприятных условиях для бизнеса, ну, не знаю. Ну, говорить, если что, скажем так. Малый и средний бизнес в себе концентрирует достаточно большое количество людей, граждан Украины. Естественно. Говорят, кому кризис, кому мать родная. Одни развиваются. Для них сегодня благоприятные условия. И если бизнесмен действительно хороший менеджер, он будет развиваться, ему ничего не страшно. Есть другие, которые маленькие, микробизнес. Тут постоянно требуют поддержки. Но поддержка, это не значит только там одна система налогообложения. Там очень много составляющих. Коррупционная проблема с коррупцией есть. Это не для микробизнеса, это среднекрупный бизнес. Для микробизнеса это что? Система налогообложения. И не трясите так, как трясет сегодня власть. Но это абсолютно ненормальное явление, когда за три дня до Нового года меняется система налогообложения, и люди не знают с Нового года, с чем они живут. Мы столкнулись с тем, что у нас очень много вроде бы закрылось предприятий, предпринимателей, а много и открылось. Но эти цифры не говорят о том, что у нас созданы благоприятные условия, чтобы бизнес развивался. Он не развивается. Просто в такой вот агонии бизнес быстро реагирует на ту ситуацию, которая есть. Я считаю, что вот ситуация, которая сегодня в бизнесе, она еще не настолько критична, как будет, мне кажется, впереди. Но она уже достаточно серьезна, что должна власть реагировать. Если взять с 1992 года по 2017 год, у нас в Николаевской области было зарегистрировано 177 субъектов предпринимательской деятельности. Сейчас 58 из них 34. Это предприниматели. И больше половины из них на упрощенной системе налогообложения. И что будет с этим предпринимателем, если, не дай Боже, мы с 2018 года теряем упрощенную систему налогообложения. Я нигде, ни на одном совещании, ни на одной встрече депутатов, я нигде не слышала о том, что кто-то взялся делать анализ причины, почему такое идет сокращение бизнеса. И я абсолютно согласна с Вячеславом Валентиновичем. Этот год будет показателем, наверное, по оттоку бизнеса за границу. Бизнес устал жить в тех условиях, в которых нет четких правил игры. Когда он знает, какая система, как он может работать, как он может принимать наемных работников. Сегодня принял за 3200 на работу, завтра ему уже, говорят, будет у тебя 5, а он не может так быстро адаптироваться. При таких условиях говорить о развитии, говорить об инвестиционном климате абсолютно не приходится. Дай Боже сохранить то, что мы имеем.